КТА – новый формат КВНа в Казахстане. Первый веселый вечер стартовал в столице. Теперь же охват идет по всем регионам страны. В первую очередь КТА прибыл в Тарас, информационный спонсор областной телеканал 7.7 TV. Сколько команд участвовало на открытии сезона, какая команда оказалась самой веселой и находчивой, и кто стал лучшим игроком, узнавали наши корреспонденты. Хороший вечер, полный зал – одним словом аншлаг. Острые, веселые шутки – такие игры давно не проходили в Таразе. И это чувствовалось не только по участникам КВНа, но и зрителям тоже. Стоит отметить и высокий организационный уровень мероприятия. На открытии сезона приняло участие 14 команд. Кроме молодёжи Тараза были представители и из соседних городов, таких как Алматы и Балхаш. Все команды были поделены на две группы. На каждом этапе выбывали по две слабые. Подготовка у команд очень хорошая. Были, конечно, некоторые недостатки, но это первая игра в этом году. В конце года мы будем выявлять чемпиона нашей области. А дальше уже будем стараться эту команду отправить на телевизионные проекты. Открытие сезона состояло из одного этапа, потому КВНщикам пришлось особо постараться и суметь за короткое время блеснуть перед зрителем. В результате две команды не смогли пройти на следующий тур. А лучшую игру показали команды Шучу и Смейся Каратау. Также выявили и лучшего игрока. «Я учусь в четвёртом классе. Мне понравилась шутка про коров. Меня выбрали как лучшего игрока в КТА. Теперь же мечтаю попасть на телевизионный проект». Девиз вечера «Нет места дешёвым шуткам», а КВНщики в основном шутили на социальные темы. Шутка про синего кота от тарасской команды надолго останется в памяти зрителей. Кроме того, положительную оценку от членов жюри получили шутки про Экспо и Универсиаду. Кулеш Мурзакова, Галымжан Баймамыров, 77 Ньюс.